Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю Евангелие от Матфея, 5 глава, 5 стих, о какой земле идет речь Иоанн Златоуст убежден в соответствии с той школой экзогетической, которой он принадлежал Антиохийской, что прежде всего надо понимать Евангелие буквально И слава Господа прежде всего так, как он их произносит А всякие аллегорические смыслы, может быть, и для них есть место Но в третью, четвертую очередь А прежде всего, что читаем, то и признаем Те, кто вслед за Господом, ибо Он примером кротости представляет самого себя Научитесь от меня, как кроток есть, мы смирен сердцем И обрящите покой душам вашим А в данном случае кроцы, кто действительно уподобится Господу в этом внутреннем устроении Во внешней жизни окажутся наследниками недвижимости Причем очень дорогой Кроткому свойственно не искать своих выгод за счет выгод ближних Он, напротив, всегда старается угодить и позаботиться о благе того, кто находится рядом Так вот, при этих условиях жизни, при этих расположениях человека То самое желанное его внешнее относительное благополучие Потому что иметь землю, значит иметь возможность посадить на ней хлеб и быть сытым Иметь землю, это значит есть возможность сдать ее в аренду Иметь землю, это значит самому не скитаться Но иметь угол на той земле, которая тебе будет принадлежать Ты ее наследуешь, ты ее получишь оттуда, откуда, быть может, и не ждал Тебе ее передадут по промыслу Божьему Так что именно о личном настроении, о отношении к своему собственному благополучию Говорит Господь эту заповедь Будь доверчив промыслу Божьему Смотри на лилии, которые не трудятся и не прядут Но и Соломон во всей славе своей не одевался, так как каждый из них И если трава, столь стремительно иссыхающая и ни во что не годящаяся Так одета Господом, так наряжена, так прекрасна Неужели ты думаешь, о тебе Господь не попечется, если ты, однако, потрудишься в стяжании Царства Небесного Если ты не будешь суетиться, а, напротив, главной задачей жизни своей положишь стяжание Небесного Царства Кроткий не потому кроток, что заторможен Кроткий не потому кроткий, что нет у него пневматического оружия или газового баллончика А потому что полагает главную устремленность жизни своей к небесным целям И, идя к ним, оказывается в определенном окружении событий земной жизни Но находящихся под особым промыслом Божьим Он не остается голодным, он не остается бесприютным И по твердому слову Господа, и необходимая земля ему непременно будет уделена Не как какому-то жадному землевладельцу А как тому, кто наилучшим образом сможет с ней управиться, ее возделывать И от нее не только самому питаться, но и нуждающимся помогать Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok